Приветствую вас! И сложность вашего вопроса заключается в том, что вы просите нас подсказать вам, как поступать. Как поступать вам в конкретных ситуациях? А этого сделать мы не можем, потому что была бы тогда наручена профессиональная этика, но не можем мы давать конкретных советов клиентам. Это было бы неправильно. Ну, неправильно это было бы с любой точки зрения, надеюсь вы это понимаете. Поэтому, в первую очередь, мне бы хотелось сказать так. Значит, все было хорошо и больше вам не хотелось со своим другом до тех пор, пока он был рядом с вами. И как только он переехал, а после пришел к вам в гости, вы поняли, что любите его. И вот знаете, сам факт вот этого именно, того, что вы осознаете, что любите человека только после того, как он уезжает. А, то есть вы потеряете его. Так вот, сам факт этого вызывает, знаете, не то чтобы сомнение, безусловно, я вам верю. Этот факт вызывает вопрос, а не является ли причиной появления ваших чувств тот факт, что вы получали что-то от молодого человека. Он вам что-то давал, как я понял из вашего текста, он интересовался вашей жизнью, заботился о вас и так далее. И вот вы это потеряли, он уехал в другой город, и заботиться о вас стало некому после этого. И вот сразу после того, как он уехал, вы начали испытывать к нему любовь. Еще раз повторю, что я не сомневаюсь в том, что вы к нему чувствуете. Как бы причин для сомнений у меня нет, но есть основания полагать, что очень может быть, вы путаете одно с другим. Что это значит? Вы путаете любовь с потребностью. Вы путаете потребность в чем-то по отношению к себе, то есть потребность в чем-то для себя. И, собственно говоря, стремление делать человека счастливым. И вот для начала определите, пожалуйста, постарайтесь определить, что вы потеряли с уходом этого молодого человека. Что вы перестали получать от него в результате того, что он от вас уехал в другую, ну, на другую силу площадь. Это значит, первое. Первое, но важно. Второе. Постарайтесь понять, чего вы сами хотели бы. То есть, вот, чего вы сами хотите. Для себя, для него. Это второй момент. Далее. Вам нужно, определив это, удовлетворить свои потребности, ну, по крайней мере, постараться это сделать. То есть, постараться получить все то, что вам перестало хватать. И после вам будет понятно. После вам будет очень хорошо ясно, как вы относитесь к человеку. Любите ли вы его действительно или нет. И вот, тогда уже, именно тогда уже, вы и сможете для себя определить, любите вы его или нет. И, соответственно, если вы подтвердите факт наличия любви, то есть, вы по-прежнему будете считать, что этот человек вам нужен, и вы хотите быть с ним. И, тогда вам уже нужно будет действовать, исходя из этого. То есть, вот, вам нужно будет, для начала, дать ему понять, что вы чувствуете, просто дать ему понять. То есть, это не обязательно сразу, прямо, вот, некий такой прыжок к нему. Это именно дать понять человеку, что вы испытываете к нему симпатию не дружескую. То есть, это можно дать понять, я надеюсь, вы понимаете и сможете это сделать, потому что это, ну, не так сложно, во-первых. И, во-вторых, это очень важно для вас. И, вот, тогда уже посмотреть на его реакцию. Если реакция будет положительной, и мужчина отреагирует на ваше проявление симпатии, хорошо, положительно. Если мужчина проявит себя так, как нужно, то есть, выяснится, что у него есть к вам тоже симпатия, как и у вас к нему, то, тогда, я думаю, разрешится ситуация наиболее лучшим вариантом для вас. Если по какой-либо причине мужчина не даст вам понять, что его чувства взаимны, ну, соответственно, тогда у вас не будет другого выбора, кроме как принять его позицию и, собственно, жить дальше. Вот, я думаю, именно так можно ответить на ваш вопрос. То есть, начать нужно с того, чтобы отделить одно от другого, и дабы иметь реальное представление о том, что происходит. Реальное представление о том, кто вы, кто ваш друг для вас, и не обманываете ли вы себя. Потому что, если то, что он вам давал, это забота, внимание и так далее для вас важно, и вы это потеряли, то, соответственно, ничего удивительного нет в том, что вы испытываете подобное чувство сейчас. Ведь для вас он, особенно или нет, скорее всего, нет, средства для достижения своих целей. И это нужно убирать, потому что любовь, она произвольная, она даже постпроизвольная, то есть независимо от желания. И происходит она, эта любовь, благодаря свободному воле и изъявлению человека. А у вас складывается ощущение, что любовь это, любовь не чурается у вас боли, не чурается у вас неким таким страданием, не чурается жертва. Вот, и вот этого делать не нужно, потому что, действительно, в противном случае, если вы примете неверное решение, например, и, допустим, пойдете в лоб и скажете мужчине, что у вас есть к нему симпатия, вполне возможно, что в вашей дружбе действительно придет конец. И это будет плохо, потому что иногда дружба куда важнее, чем более близкие отношения. Ну, то есть, можно понимать, что есть дружба, а есть что-то большее. И иногда на основе дружбы что-то большее вырастает, иногда нет. И если нет, то это нужно вовремя заметить и сохранить то, что есть с ними, думами, чтобы не потерять. Но для этого необходимо иметь ясное понимание того, чего вы хотите, и кто, или что для вас представляет собой ваш друг. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понадобился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok